Доброго времени суток, дорогие собаководы! Зима – замечательное время, которого ждете с нетерпением не только вы, но и ваш четвероногий друг. Ваш питомец никогда не откажется поиграть на свежем морозном воздухе, но будьте осторожны. Зимой собака подтвержена опасностям, предупреждения и предотвращения которых – задача каждого заботливого хозяина. Выгул и дрессировка собаки зимой – сегодня поговорим об этом. Выгул – самое радостное и долгожданное событие в жизни любой собаки. И не только потому, что она спешит справить свои естественные надобности. На прогулке ее ждет приятное время в общении со своими соплеменниками. Отработка навыков в играх и занятиях, разучивание новых упражнений, исследование разных маршрутов – все это укрепляет связь владельца и собаки. В совместных прогулках питомец и его хозяин изучают привычки друг друга, учатся понимать совместные сигналы и устанавливают собственный язык общения. Многие владельцы четвероногих с наступлением сильных морозов задумываются, как правильно выгуливать собаку зимой, чтобы она не простудилась и не заболела. Следует понимать, что прогулки на улице являются необходимым занятием для вашего животного. Каждый день собака должна двигаться и никакой игрой их не заменить. Так что собаку нужно выгуливать и в снег, и в дождь, в любую непогоду. Чтобы при этом питомец остался здоровым, после прогулки в холодное время года следует придерживаться нескольких правил. Если на улице мороз, самое главное правило – гуляйте активно. В зимний период при выгуливании собак мы будем рекомендовать хозяину делать более активные игры, чтобы собака постоянно двигалась, и это позволит собаке не замерзнуть во время выгуливания. Нас очень часто спрашивают, нужно ли одевать немецкую овчарку зимой. Мы, заводчики немецких овчарек, не рекомендуем одевать, так как это служебная порода. Она приспособлена нести службу в зимних условиях. На самом деле большинство здоровых собак прекрасно переносят минусовую температуру. И никакой необходимости кутать их в одежке нет. Переохлаждение грозит ли щенкам, пожилым животным и собакам мелких и карликовых пород. В силу возраста и породных особенностей теплообмен у таких животных неустойчив или нарушен. Поэтому стоит сократить время прогулок с ними до 10-15 минут. А в сильные морозы ограничиться только гигиеническим выходом. Со всеми остальными можно гулять практически без ограничений. Но все же внимательно наблюдайте за питомцем и при первых признаках переохлаждения, а именно поджимание лап, дрожь, стремление сесть или лечь, немедленно возвращайтесь домой. Желательно бегом, чтобы собака согрелась. Гулять с питомцем в гололед достаточно опасно, ведь можно не только самому пострадать из-за того, что собака натянет поводок, но и животное может подскользнуться и упасть. Так что если вы выводите на прогулку собаку на поводке, сделайте его максимально коротким, чтобы была возможность контролировать движение животного. Если вы спускаете хвостатую с поводка, предварительно оцените, ничего ли ей не угрожает вблизи. Если это прогулка у реки, покрытой льдом, стоит понимать, что животное может на него выбежать. Если же вы уверены, что пес послушает вашу команду и вернется, тогда несчастного случая не произойдет. То же касается и дорог, которые в зимнее время достаточно скользкие. Будьте осторожны с сугробами. Под ними могут быть ямы или препятствия, из-за которых может пострадать животное. Не позволяйте собаке есть снег, хотя они это очень любят. Во-первых, это может привести к переохлаждению. Во-вторых, это чревато химическим отравлением, ведь для таяния снега и льда на дорогах используют порой агрессивные химические вещества. Токсичной является незамерзающая жидкость, которая сегодня часто используется для автомобилей. Не выгуливайте собаку возле машин. Песок и соль, которые также используются для посыпания дорожек, могут повредить лапы собаки. Поэтому по приходу домой обязательно вымойте их теплой водой и высушите. А еще лучше перед прогулкой наносить специальные защитные средства и воски. Всегда подстригайте животному когти, тогда оно будет меньше подскальзываться. Собаководы, которые увлечены дрессурой и воспитанием своего питомца, успевают во время прогулки еще дать ей спортивную нагрузку. И зимнее время года не является исключением, а лишь имеет свои особенности. Сейчас у нас хорошая погода, зима, но тренировки продолжаются. И если у вас нет опытного хендлера, то можно провести такую тренировку другим способом. Хендлер, владелец, сам собаку выставляет в ринге, опытный проводник. А в качестве зовущего человека у нас работает помощник, суди по защите, фигурант. Он дразнит собаку и прячется за одним из укрытий. Зимой с собакой нужно продолжать такие же тренировки, только используя погодные условия, используя снег, можно немножко ввести элементы игры. Катание на санях с детьми, буксирование на лыжах, бросание снежков. Когда готовитесь к прогулке, думайте не только о собаке. Следует одеваться так, чтобы вам было тепло и удобно. Убедитесь, что у вас есть все необходимое для прогулок в зимнее время. Если погода сырая, следует надевать непромокаемые куртку и штаны. Такая одежда должна быть дышащей, с хорошо проклеенными швами. На случай проливного дождя хорошо с собой взять водонепроницаемый плащ, который легко свернуть, когда в нем нет необходимости. На ноги лучше надеть резиновые сапоги. В ветреный холодный день обязательно наденьте теплые штаны, куртку и, возможно, шапку. Только так ваша прогулка будет приятной и безопасной для здоровья. Нужно помнить владельцу, поберечь себя, посмотреть, насколько он утеплен, насколько он хорошо одет. Как мы видим, форма для зимы, опять же, для работы с собакой специфическая, удобная и практичная. Если вы заведете себе вот такого вот прекрасного, веселого члена семьи, он не только будет охранять вас, но и от общения с ним, от совместных прогулок вы получите массу удовольствия, катание на санях, игра с детьми, масса положительных эмоций. 25 ноября 2018 года на питомнике родились щенки экстерьерного разведения. От титуловных родителей папа Валасе, импорт Германии, чемпион Украины, чемпион Белоруссии, чемпион Молдовы. И мама Жанни Моторсич, потомок чемпиона Фина Вагнер Сунгта, чемпиона Украины, чемпиона России, чемпиона Белоруссии, чемпиона Молдовы, интернациональный чемпион. И матери Джана Пистетропа, чемпиона Украины, чемпиона России, чемпиона Белоруссии, интернациональный чемпион, супер-гранд-чемпион. Все щенки экстерьерного разведения, чепрачного окраса. Родилось всего 9 щенков, 5 девочек и 4 мальчика. На момент продажи на щенков будет оформлена щенячая карточка клуба ТСУ и полностью привиты. Для максимального комфорта щенков в раннем возрасте это до 5 дней. Для лучшего роста у нас специально оборудованное гнездо, где у нас устелена сена. Также у нас идет поддержание температуры от 30 градусов. Для этого мы используем теплый пол. Питомник служебного собаководства «Матурсич», основанный в 1993 году, занимается разведением первоклассных немецких овчарок, используя не только свои наработки, но и перенимая опыт успешных иностранных заводчиков. Приобретая щенка в этом питомнике, вы гарантированно получаете отменную собаку. Розплідник «Матурсич» Розплідник «Матурсич» здійснює послуги у напрямках реалізації щенят готівкою та безготівковим розрахунком, в'язка із виробниками розплідника. Для більш детальної інформації звертайтеся на сайт dogs.motorsich.com Або телефонуйте за номером 720-57-98 Ретильний догляд за вашим вихованцем за допомогою першокласного інструмента – таку розкіш донедавна міг дозволити собі тільки професійний грумер. Дослідно, грумер означає «фахівець догляду за домашніми тваринами». У 2013 році в місті Запоріжжі стартував інтернет-проект «Groomer.com.ua». Розділи сайту легко зорієнтують по групам товарів. Тут є все необхідне, як для професійного використання, так і для домашнього догляду. Причому в пристойному обсязі. Близько трьох тисяч товарів. Професійні фени, машинки для стрижки, величезний вибір ножів і насадок, плойки і праски, ножиці, щітки, походерки, слікери, кіхті-різи, шампуні і кондиціонери для різного типу шерсті собак і кішок, аксесуари та прикраси. Це портал з найбільшим вибором грумерської продукції, де діють найдемократичніші ціни. Спокусливо для всіх власників чотиролапих. Машинки для стрижки тварин таких брендів, як «Ендіс», «Остер», «Валь», «Мозер» підійдуть майстру професіоналу, а також машинки для стрижки своїх улюбленців в домашніх умовах. Ножі, насадки для машинок, аксесуари допоможуть зробити роботу більш комфортною і продовжить термін служби інструментів. Ручний інструмент для догляду за тваринами лідируючих брендів, «Артеро» і «Шоутеч», «Гребінці», «Слікери», «Кіхтірізи» і багато іншого для найкращого догляду за хвостатим другом. Величезний вибір ножиць для грумінгу на будь-який смак і колір. Косметика для всіх видів шерсті або шкіри тварини, шампуні і кондиціонери, парфуми та різноманітні спреї для догляду за шубкою домашнього улюбленця. За допомогою фарби крейди для креативного грумінгу торгової марки «Опоуз» майстер зможе зробити чарівний образ пухнастому моднику. Для грумерів-професіоналів і власників салонів великий вибір обладнання – столи, вани, фіксатори, фенебустери. Замовити товар на сайті грумерком.юа дуже просто. Але в разі, якщо виникають труднощі з вибором, ви можете клікнути на зворотній дзвінок і отримати безкоштовну професійну консультацію продавця онлайн. До речі, визначитися з вибором і на власній очі переконатися у високій якості запропонованої продукції можна не тільки онлайн, а й при відвідуванні презентаційної кімнати. Грумерком.юа протягом п'яти років є лідиручою компанією в Україні, що займається інструментами, косметикою, обладнанням і аксесуарами для грумінгу. Компанія бере участь в спеціалізованих виставках в Україні, стежить за новинками і тенденціями на міжнародному ринку зооіндустрії, проводить майстер-класи з грумінгу від кращих лекторів України та зарубіждя. Грумерком.юа. Грумеру, професійному заводчикові, ветеринару і просто для тих, хто полюбляє кішок та собак. Грумерком.юа. Працюємо по всій Україні. Наша адреса в Запоріжжі. Вулиця Незалежної України, 82. Магазин Грумерком.юа. Зупинка, площа фестивальна, біля супермаркету Брусничка. Гуддог. Друзі, кінологи, собаководи, любителі собак, на цьому кажу вам до свідання. Пора прощатися. Увидимся зовсім скоро. Уділяйте більше внімання своїм дорогим любимцям. Іх любов вам безгранічно. Гуддог.